Мы сейчас как бы уже на этапе таком, что мы подготовили наставников по сопровождению, да, и я сама прошла тоже это обучение, и я бы хотела, может быть, прокомментировать, сейчас я не буду говорить по презентации, потому что 5 минут, с позиции наставника, что вообще нам мешает, вот, осуществить качественную поддержку выпускника после выхода его из интернатного учреждения. Ну вот, Министерство образования предлагает нам такой программный принцип, да, вы знаете, но я хочу сказать, что это невозможно на уровне сельского муниципалитета, который должен организовать конкретную, как вот сказал Леонид Львович, ответить на потребности ребенка, и это далеко, так сказать, вот, может быть, не тот случай, когда мы такие вот большие, огромные программы, я понимаю, Министерство образования легче будет отчитаться перед президентом, когда не скажут, из скольких регионов созданы такие программы, и вот работа якобы проделана. На самом деле это, мне кажется, не достигнет той цели, которую, в общем-то, ставит президент, именно качественной подготовки выпускника ко взрослой жизни. И мы проанализировали, в общем-то, все европейское законодательство в этой части, и посмотрели все региональное законодательство Российской Федерации, что мы можем сказать вот в этом случае. В Европе там, как бы, не вот такой вот огромный концептуальный принцип, значит, провозглашают, а там четко регламентируется услуга, жилье с поддержкой. Когда выпускник выходит из детского дома, то на период, когда он входит в самостоятельную взрослую жизнь, чтобы не потерять те ресурсы, которые вложены уже в ребенка во время его проживания в семье или в интернатном учреждении, чтобы закрепить и помочь ему стать взрослым, на этот период ему дается социальное жилье с поддерживающими услугами. Никаких там уполномоченных служб, никаких договоров, которые ограничивают, в принципе, общение ребенка, его интеграцию в жизни. И мне кажется, что мы, вот обсуждая этот вопрос, сейчас столкнулись с чем? У нас региональное законодательство, которое сейчас грядет, в первом чтении принято, у жилье с поддержкой, но не имеет патроната. Там ничего не сказано о том, что когда предоставляется жилье, если ребенок не может жить там самостоятельно, какая услуга ему предоставляется, чтобы помочь? Региональное же законодательство, оно страдает тем, что там все по постинтернат прописано, про договоры, про уполномоченные службы, но там ничего не говорится о жилье. То есть вот это вот жилье от услуг и услуги от, так сказать, предоставленного жилья, они, как сказать, разбиты законодательно. Я считаю, что в этом очень огромная ошибка. Вообще подхода к нормативно-правовой базе, вообще к регламентации и помощи детям в этой работе. Значит, цель все-таки наша. Вот как у наставников, в чем они сейчас делают ошибку, вот сопровождая ребенка. Они хотят решать проблемы ребенка и контролировать выпускника. вместо того, чтобы помочь ставить цель для выпускника и помочь решать эту цель. Для того, чтобы уметь ставить цель и помочь решать эту, так сказать, цель выпускников, мы сами, так сказать, эту цель для себя не ставим. Потому что у нас цель, вот сколько я, значит, у нас цель даже нашего федерального законодательства обеспечить детей, выпускников жильем. Обеспечить. Мы должны поставить цель интегрировать ребенка в общество. Да, помочь ему стать взрослым. Если мы эту цель, в общем-то, продумаем, как ее решать, то у нас изменится вообще даже состав обсуждающих. Во-первых, на этом, вот когда мы, значит, ставим эту цель интегрировать перед выпускником и научить ребенка ставить проблемы, решаем. Проблема у нас сразу выходит на первый план жилищных органов, которые предоставляют жилье, значит, детям, выпускникам. И в первую очередь, вот как здесь Ирина Юрьевна говорила, то есть без права приватизации, то есть в принципе социальное жилье. А если это социальное жилье, то там два вида помощи четко видятся на основе анализа европейского законодательства. Это жилье с услугой наставника, который оказывает человеческую поддержку и может поддержать выпускника, вот ставить цели их достигать. И создание сети поддержки. Вот договором чем плох? Он договором плох тем, что он ограничивает эту сеть поддержки. Почему между этими только органами мы заключаем договор с выпускником? А сегодня, если в сеть поддержки должна входить, например, орган, значит, труда и занятости или еще какие-то другие органы, почему именно эти? Поэтому вот вместе с выпускниками мы как бы обучали сеть поддержки. То есть сеть поддержки, которая должна поддержать выполнение целей, достижение цели и выпускника, и наставника. Потому что наставник не будет работать за органы, например, опеки, за социальные службы, за центры занятости, за детский дом, который может поддерживать, за профессиональное училище и так далее. Но он должен вот с этой сетью поддержки, которая, мотивированная сеть поддержки должна, они должны, что, как сказать, взаимодействовать. Поэтому мне кажется, что вот нацеливание на то, что должен быть такой договор между органом опеки и уполномоченной службы выпускников, который есть, кстати, в региональном законодательстве, то они многого могут не решать, и это еще будет тормозить вот развитие сети поддержки. Если, например, выпускники, и самое главное, что у нас в законодательстве нет отвечать на потребности ребенка, что сразу же изменит отношение к услуге. Потому что если выпускник является инвалидом, или он психическое, это проблема психического здоровья и так далее, то помимо вот этого наставника определяется ребенку пакет медико-социальных услуг. И вот здесь, исходя из пакета, и подключается вот эта сеть поддержки. У нас очень много, как сказать, в том, что мы какую-то роль берем или образование, или соцзащита на себя, вместо того, чтобы отвечать на потребности и в командном принципе работать на потребности и интеграцию человека. И потом у нас даже вот сейчас, когда выступали, то социальная защита, она же начинает сопровождать после 18 лет. А до 18 лет. У нас очень много выпускников, которые, в общем-то, имеют до 18 лет, так сказать, возраст. Поэтому, значит, здесь нам надо очень хорошо, значит, подумать и все-таки внести изменения, не, может быть, закон создавать о постинтернатном сопровождении, а так, как во все, как сказать, во всех странах четко определено, значит, в жилищном кодексе или в законах о жилье социальное жилье, которое предполагает жилье с поддерживающими услугами. И сколько бы мы не слышали экспертов из разных стран, у них вот это вот жилищные услуги или жилье с поддержкой на период выхода ребенка или не имеющие вне родной семьи, это не обязательно сирота, это изместившение свободы, это те, кто не занимается, семья не занимается ребенком, то есть он не является, как сказать, вне родной семьи находится ребенок, да? Потому что вот в Финляндии у них нет лишения родительских прав, у них нет сироты, но у них есть понятие вне родной семьи, то им назначается услуга, так сказать, поддерживающая при его проживании. Я очень рада, вот вы говорили о рынке услуг. Вот я считаю, что в нашем сопровождении очень важен развивать рынок этих услуг, чтобы муниципалитет, предоставляя жилье или поддерживающие услуги, мог купить эти услуги на свободном рынке, и в том числе у общественных организаций. Это фильм. А? Это фильм. Да. И если мы, исходя, купим эти услуги или с наставником, да, общественных, которые обученные, которые прошли обучение, которые имеют вот этот вот, может быть, документ, что он является наставником, по узаконенной программе, да, лицензированной подготовки наставника, и к нему приложим разные есть законодательства, и об инвалидах, и так далее, если требуют его потребности, этого гусеника, других услуг, пакет медико-социальных услуг, тоже покупается на свободном рынке, то это вот и предоставляется, две модели, или с наставником, и с пакетом медико-социальных услуг. И когда закончить это? Я спрашивала, когда вы, не 10 лет, или как кто-то сегодня говорил, что там 5 лет, и так далее. Когда наставник учит ребенка решать цели достигать, то сам выпускник определяет, может уже он жить самостоятельно, без наставника, или нет. Вот это определяет, что заканчивается эта услуга. Когда выпускник сам решает, что он может без наставника или научится ставить цели и решать эти цели. Поэтому я думаю, что решение проблемы и, может быть, стандартизация вот этих поддерживающих услуг, или услуги, жилищные услуги, как они называются, для нас это будет тем, может быть, качественным скачком.